Приветствую вас, друзья! Мы сегодня находимся на всероссийском форуме лидеров дошкольного образования 2022 года. И всероссийский форум не просто так. На этом форуме собрались делегации из более чем 10 регионов. Отмечу некоторых из них. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Воронеж, Ижевск, Иркутск, Пермь. Все эти делегации будут обмениваться опытом, где-то будут использовать интерактивные технологии. В общем, история будет достаточно интересной. Друзья, хочу обратить ваше внимание, что особенность этого форума в том, что участие принимает управленческие команды. Будет много лайфхаков именно по работе с персоналом. Наконец-то руки дошли у нас до работы с командами. Вы знаете, что когда слышишь дошкольник, у тебя всегда рисуется картинка только детей, родителей и все, что с ними связано. А вот мало кто замечает, что большую работу проделывает команда. Ее нужно организовывать, обучать, мотивировать, чтобы они достигали новых успехов. И тогда уже дети будут развиваться в соответствии с трендами 21 века. В основном это площадки, про которые на самом деле быстро не снимешь. В них нужно вникать. Но у нас здесь будет социальный партнер. Я очень хочу вам показать. Именно формат работы его с нами. Но опять же, чтобы такое взаимодействие стало примером. Я руководитель на протяжении восьми лет детского сада Лего Полис. Детский сад является краевым ресурсным центром поддержки детского технического творчества. Но помимо этого, конечно, ну так как свою функцию надо до конца выполнять, у нас огромное количество партнеров. Но я думаю, что и у вас. Потому что вы все на этой площадке, значит, вы все заинтересованы в дальнейшем развитии партнерства с теми, с кем вы взаимодействуете. И сегодня, конечно, я не выделила это в квадрат, но есть такой новый вид взаимодействия. Это взаимодействие с бизнесом. Таких партнеров много. И у меня, и у вас тоже. Но хочу остановиться на одном партнере, с которым максимально на его примере, алгоритмами могу показать, как это может быть отработано. Восемь лет назад, придя в это образовательное учреждение, этот третий детский сад, который я возглавляю, нужно было поставлено задача департамента создать бренд. Бренд нужно было защищать. И предыдущая администрация сопоставляла, выстраивала отношения с родителем, который был активен и помогал им методически. Это был Александр Беляков. И мы начали с ним совместно, ну просто дружить, как с родителем. Что я сделала? Я приглашала Александра на все свои мероприятия. В первую очередь я думала о том, что ему будет интересно. Не мне. Ну то есть я уже в возрасте в том, в котором я понимаю, что не все то, что мне надо. Я думала, что же ему будет интересно. Это первые были педмаркеты, на которые мы его пригласили. Департамент заметил, увидел его желание работать с образованием. И вот на протяжении всех восьми лет Александр, вы знаете, представляет на всех площадках свои те или иные проекты. Это бренд-буки учреждения, которые вновь открываются. Ну конечно по запросу, кто к ним обращается. Это большое количество панелей и так далее. Здесь есть QR-код на наш телеграм-канал. Мы его создали неделю назад. У нас еще там не многочисленное. Но мы выкладываем с ним в телеграм-канале в нашем только ту информацию, которую публично не хотим выставлять. Это уникальные вещи. Это импортозамещение ведушкам. Достаточно дешевое, китайское. Это ремонт моторов, которые сейчас невозможно купить в связи с ситуацией в стране и так далее. Там много-много фишек, которые Саша будет раскрывать только на этом канале. А вы можете заказать у него ведушки. Вот сейчас смотрите, что я сделала. Я сделала рекламу партнеру. Мы представили проект. Мы дали вам инструмент для того, чтобы мы могли тоже это использовать со своими партнерами. Посмотрите на людей, которых вас окружают с другого ракурса. Мы здесь выступаем системой «Интерактивная среда». Я вам расскажу, насколько она будет полезна или, может быть, не все так просто. Что в современных стенах учебных заведений мы можем встретить? Да много всего. И все это интерактивно, и все это очень интересно и мотивирует детей к изучению сложных каких-то процессов и наук. Учебные интерактивные классы. Вы, кстати, знаете, да, что все ваши доски читать, которые вы приобретали, можно объединять в одну эту систему, и вы можете друг другу кидать там задание. А сделала такой интерактивный класс. Я могу вам рассказать про каждую штуку. Я действительно знаю, как работает каждый элемент в этой системе. Слово за словом я могу бесконечно рассказывать про все это оборудование. Как мы внедряем интерактив или, в принципе, разрабатываем умные пространства? Все достаточно просто. Наблюдаем, смотрим, какой процесс максимально просаживается. Думаем, что могло бы помочь. Можно ли обойтись без интерактивных технологий. Не из-за того, что у нас нет денег купить конструкторы. Из-за того, что, но не из-за этого. Для того, чтобы мы нашел классный инструмент для себя. Инструмент старый, вы все его знаете, называется «Дополненная реальность». Книжками пользовались, книжки открываем, телефончик наводим, что-то там, хоп, ожило, поговорило с нами. И я всегда думал, что это вообще только для великим инженерам важно. И они освоят. Смотрите, у меня есть приложение. Простое приложение и обычный телефон. Я наложу на нашего Мамонт. И он нажил. Вот он, задрыгался. Это один из алгоритмов использования. Это наша игра «Графический код», который мы там разрабатывали сколько-то лет назад. Проблема какая? В том, что мне вам сейчас рассказывать очень долго. Но при этом, если вы наводите на телефон, точнее, у вас хоп, инструкция, что удобно же. Но этой информации, если вам показалось, недостаточно. А я вам говорил, что у меня ролик снятый. Он был всегда снят, просто люди его найти не могут. Мы нажимаем, переходим на наш мини-сайт, который я создал. Можем открыть видеоинструкцию. А можем почитать полную инструкцию, которую я туда уже закинул. Спасибо большое. Итак, друзья, все выступления у нас подошли к концу. Собственно, мы уходим монтировать материал, которого собралось достаточное количество. А вам желаю приятного просмотра. До новых встреч и делитесь опытом. Обязательно пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Кстати, кто не знает, мы завели на Telegram для тех, кто хочет быть в курсе последних событий. И немножко больше. До новых встреч и пока. Субтитры сделал DimaTorzok